Девушки отдыхают Привет, я такая дура, пришла на братцы мудрости у Розы, Ларисы и Василисы. А поддержит меня моя подруга. Наталья, 28 лет. Разрывала отношения со своим возлюбленным за любую его провинность и сама же возвращалась к нему. После пятого ее ухода он нашел другую. Наталья художница. Работает арт-терапевтом в детском центре. Гордится своими картинами. Мечтает освоить профессию дизайнера интерьеров и заработать много денег. Признается, что слишком вспыльчиво. Предупреждает, что всегда тестирует мужчин. Наталью раздражают хвостуны. Она не сможет общаться с электриком и никогда не свяжет свою жизнь с распространителем алкоголя. Выйдет замуж за образованного мужчину, который умеет зарабатывать деньги и любит животных. Почему 28 лет и такая прекрасная девушка, как Наталья, одна? В чем причина? Основную причину можно описать в двух словах. Нестабильная самооценка. Наталья мечется от представления о собственной значимости до, я бы сказала, преувеличения своих собственных проблем и комплексов. И показа, демонстрация этих проблем и комплексов. Иногда вы чувствуете себя очень талантливой, замечательной, достойной самого лучшего. А временами, наоборот, очень остро переживаете какие-то свои собственные несовершенства. И именно это не дает вам выстроить ровные отношения с мужчинами. Милая, да? А временами, наоборот... Очень приятно. У нас, гляньте-ка, профессия-то какая? Художница. А слово худо. Да. Почему? Не знаю, что она там рисует, натюрморты или портреты, но то, что в голове у нее одна абстракция, это уж точно. Думаю, что если у сегодня попадется жених, которая, ну, в лучшем случае внесет какие-то краски в ее жизни, а в худшем случае не сведет ее с ума, то практически свою работу мы будем считать выполненной. Наталья у тебя. Наталья, осиная талия, да. Осиная талия. Ну, у нее, да, может быть, и осиная. Наташа, ну что, действительно такие уж были провинности вашего возлюбленного, несовместимые с вашей совместной жизнью? Или все от головы, от ума? От головы, да. Я уже потом со временем поняла. Ну, вот именно, у меня нет вот такой именно женской мудрости. А давайте вместе разберемся. Давайте. Ну, смотрите, первая ситуация, когда на одной из вечеринок он появился с двумя своими подружками из прошлой жизни, то есть с бывшими возлюбленными. Ну, да, но он как бы уже с ними, близких у него не было отношений, а просто, ну, так, кружились, веселились вместе вот так вот, да. Да, да, да. И они стали над вами подтрунивать, что вы не такая, что вы вся такая неестественная. Да, говорили, что зачем тебе такая вот эта, у меня еще руки тогда были, ну, более, ну, как бы я занималась так усиленно. Зачем тебе вот это, вот это, вот тебе. При нем, да. Ну, вы знаете, как-то шум был, все это вот вокруг движения, и то ли он слышал, даже внимания, то есть, не обратил. Так кажется, она помягче все-таки. Мне кажется, она скромная, да. Ну, посмотрим, посмотрим. И фотки были откровенные фотографии, такие агрессивные, откровенные, а в жизни она не такая. И когда вы вернулись домой, вы что сказали своему товарищу? Ну, во-первых, они вернулись еще к тому же вместе с нами. Я думала, мы вернемся одни, они еще пришли тоже, вот. Я вот из-за этого, конечно, ругалась, не надо было. Вот у меня тут дипломатия. Кто вам сказал, что не надо? Ну, я так считаю, вот. Он бы все равно не стал с ними общаться, они ему нафиг не должны. Наташа, ну, кто вам сказал, что не надо? Почему вы должны были это терпеть? По отношению к вам это было, по меньшей мере, хамским поведением. Если у него все закончилось в прошлой жизни, зачем же вас сталкивать лбами? Ему было интересно понаблюдать, как вы будете реагировать? Нет, ну у них нет уже никаких серьезных отношений. Зачем вы его сейчас? Понятно, не было. У него были серьезные отношения с вами, а там все закончилось. Он не должен был их приглашать. Поэтому эта ситуация работает на вас. Вы правильно сделали, что ему высказали. Но неправильно сделали, что вернулись к нему. Еще и с извинениями. Лариса, как всегда, правильно. То есть надо сидеть и делать выводы, да? А какие выводы? В этом возрасте она уже точно должна знать, что хочет. А может быть, не надо просто было внимания обращать? Он бы не стал бы так с ним общаться. А в следующий раз они бы у вас остались ночевать? Нет. Ну, Наташ, вот вы видите, и сейчас себя неправильно ведете. А вернулись, потому что все-таки были влюблены? Ой, мне он очень нравился, прям очень-очень, прям очень. И он сказал, ну ладно, прощаю. Ну, он не говорил прямо так, прощаю. Ну, ну ладно, там все забыли. А тебе как? Ну-ка, сознавайся. Ну, мне девушки нравятся с длинными волосами. Фигура хорошая. Просто мне, ну, точно, не хватало какого-то внимания, может быть. Я не чувствовала себя вот как вот именно в его глазах. Какой-то привлекательный, там еще что-то, еще что-то. Кто вам об этом говорил? Не, ну сначала, когда вот только-только мы познакомились, он, может быть, еще и восхищался там телосложением, говорил, что я там как игрушка. А потом я поправилась на килограмм, не больше. Вот честное слово, не больше. Да и вы так, прям даже не знаю, как подобрать. Вот на килограмм поправилась. И вот все, он считал, что я толстая. И вот он, как говорил, прежде чем съесть пирожные, подойди к зеркалу, посмотри на свой зад. А как он выглядел при этом? Худенький. Хорошо, чем он занимался? Ну, он риэлтор был. Хорошо, он вас содержал? Нет, вообще нет. А тогда что ему давало право, он не был вашим мужем официантом, что ему давало право вас критиковать, любимую женщину свою? Ну, может, я не была любимой женщиной, наверное. Хотя, знаешь, нет в ней вот немножко какого-то, знаешь, стержня, зерна вот в ее разговоре. Понимаешь, как-то... Она может быть достаточно покладистый человек. Может быть, да. Это тоже неплохо. Кроме критики в ваш адрес, что еще? По какому поводу вы могли вспылить? Ну, мало обращал внимания. Например, там вот, ну, тоже одна из первых у вассор, там ляжет спать, уснет. И вы его будили со словами? Ну, вообще, его не разбудишь, он не просыпается. Нет, у вас была история, когда его пытались разбудить или что там? Да. Ну, и он спит, и все, спит. И, ну, после вечеринки мы приехали уже домой. Вот, и все, он лег спать и вообще... А вам хотелось поговорить? Ну, вообще, не хочу спать, конечно. Мы только познакомились, но я считаю, что мужчина, ну, вот он не делал никаких жестов в плане, вот, ну, там, вообще никаких. Ну, практически практически. Да зачем он вам был нужен? Ну, кто затащил вас в его квартиру? Объясните, что вас рядом с ним держало, за что любили? Перечислите какие-то качества. Ну, изначально начала общаться я с ним, потому что, ну, как, ну, положительно. Он там, ну, не женат, не детей, то есть там хочет срочно с нашей внешней, очень привлекательный, стройный, все, то есть... А, у него чувство юмора вообще, то есть вообще потрясающе, очень веселый, все. Вот, я стала общаться просто как... Ну, вот просто из-за того, что положительный. Думаю, ну, что, будут разбрасываться уже. Любая может его положить, понятно. Мы же не знаем, жизнь за что любит, да? Не детей. Все, ты подходишь. Положительный. Все. Сразу в ЗАГС, да? Прямая дорога. А потом, ну, была такая ситуация. Я после аварии, ну, боялась водить машину. И мы договорились поехать рано утром кататься на лыжах. И вот мы когда встретились, а я очень боялась, то есть вообще у меня такой комплекс был, я прямо помогла. Да, да. И, то есть, вот это меня еще подкупило и поразило. То есть, он говорит, садите, я взяла право. Он говорит, возьми право. Ну, думаю, ладно, возьму. Вот, и, то есть, вот совершенно вот как бы мне доверяя. Вот, ну, он сел рядом, там сиденье отбросил, так, по полуспящему состоянию, говорит, поехали. Ну, что, вы весь, всю ночь колбасился там в клубе. Да, ну, вы знаете, как мужчины к своим, во-первых, относятся, вот такие вот все. А здесь вот, и сам факт, что я себя преодолела, я села и поехала. То есть, вот настолько вот... Но он в это время не говорил, какая ты умница. Наташка, он просто дрых на сиденье, оттенавшись. Нет, он не дрых, он говорил, ну, еще так вот туда, там прямо, тот светофор. Вы понимаете, что он вас использовал в качестве услуги «трезвый водитель» такая называется? Кстати, это был не один раз, да. И на лыжах поедет, и в горы поедет, и по реке на катере пойдет. И на водных лыжах за катером, да. Наташ, вы нас сейчас не разводите, вы на полном серьезе, вот, да, считаете, что вы вспыльчивая, что вы такая стекая, а он был идеальным, положительным, молодым человеком? Нет, он очень эгоистичный, очень эгоистичный человек. То есть, вот, во-первых, даже как он за собой ухаживал, там супер сыворотки, крема, вот это все вот, то есть, как вот у какой-то женщины, вот оперный див, вот этот весь столик был заставлен. А как вы все-таки его отпустили? Ну, никак не отпустила, опять мы поругались, он же считал, что я скандалистка, он так прямо говорил, что я скандалист. Вот опять поругались, и он мне сказал, то, что я посчитала, за сколько мы с тобой общались, вот пять раз, вот, ты вот так вот, ну, до свидания. Вот, все, я не вижу там перспективы там. Он вам сказал? Да, да, ну он мне послал, да. Получается, у них с молодым человеком не было, скажем, взаимопонимания? Да здесь с ее молодым человеком, там, похоже, вообще непонятно, буквально встретились два одиночества. Вы собрали вещи и ушли, но мы не жили вместе, просто, да, расстались, но я тут же, ну, тут же, на следующий день, там, через день, вот. При этом он уже не захотел больше общаться, все. Лариса, от меня вопрос, ну, понятно, что, Наташа, я сейчас умную литературку почитала, такая экзальтированная личность, то есть так перевожу. Психически. Это как я в литературке-то прочитала, что бурно реагирует, ну, с восторгом на приятное, ну, и также бурно, с печалью на... Да, точно, точно. Это вообще, можно вернуть таких людей в реальность? Я думаю, что это связано с типом психики. Есть холерики, сангвиники, меланхолик не может быть экзальтированным человеком, это либо сангвиник, либо холерик. Я так понимаю, что вы чистой воды холерик. Ну, да, вот такой вот меня подкидывает. Да, а поскольку вы еще и художественная литература, плюс ко всему, то, естественно, вы экзальтированная особая. Но экзальтация смотрится мило, но не так сильно раздражает лет до 25. Экзальтированная женщина в 40 лет, это уже клиника. Нервическая барби. Да, да, да. Поэтому нужно, конечно, как-то с собой работать. Во-первых, откуда у вас такая пониженная самооценка? С чего вдруг? Вы очень приятная внешне, у вас великолепная фигура, вы образованы, сами себя кормите. Почему вдруг вы считаете, что всегда виноваты вы? Из какой вы семьи? Ну, из нормальной сестер. У вас много братьев-сестер? Братик младший есть. Вот если младший брат или младшая сестренка, родитель, наверное, к вам претензии не досмотрела, не доглядела, почему не надела, почему без варежек выпустила на улицу, да? Ну, претензии, да. Вот эта повышенная ответственность и чувство вины, что вы что-то... Это у старших братьев и сестер. Поэтому вы никому ничего в этой жизни не должны, абсолютно никому. Вы, взрослая женщина, имеете право на свою собственную жизнь. Хорошая девочка, я ожидал чего-то похуже, конечно. Девочка... Ну, ничего, нормально. Наташа, а у вас вот такая профессия уникальная. Арт-терапевт. Вы что, художников лечите? Нет, это могут быть и взрослые, и дети. Это снятие напряжения посредством искусства. Просто вы медицинский заканчиваете? Нет, нет. Психфак. А денег это приносит сколько? Ну, не очень. А зачем это заниматься-то? Ну, я хочу... А ты знаешь, как ребенок избавляется от своих страхов? Да, он рисует свой страх. Лепит, рисует, да, да, лепит, рисует. Да, нарисовал, слепил, и все. И потом вы либо сожжете это, либо пластилин или скобка. Да, из глины, да. Нет, можно что-то ужасное слепить, что он боится. А потом раз, красиво, сфею, принцессу, там, все что будет. Наталья, а вы как слепили бы нашу сегодняшнюю программу и свои ожидания от нее? Ну, либо каким цветом нарисовали? Ну, я бы такую улыбку сделала бы, то, что весело. Ну, улыбка и... Ну, вот именно улыбка, да. А цвет... Ну, светлый, какой-нибудь такой светлый, там, такие нежно-нежно какие-то розовые такие оттенки, и желтый, и лимонный, который отходит. Наталья, чего вы ждете от мужчины, который сегодня придет за вас бороться, и вы с ним выйдете? Ну, такого чего-то, как сказать, серьезного. Ей надо что-то другое, да? Не то, что с ней было, то есть в плане мужчин. Менее самовлюбленный мужчина должен быть. Через какое время у вас будут уже требования, вот как к серьезному мужчине, от которого вы требуете серьезных отношений? Сколько вы дадите ему на разбег времени? Как понять, я не понимаю. Ну, смотрите, вы сегодня встретитесь, у вас все будет хорошо, вы идете вместе, через какое-то время встретитесь, попьете кофе. Вот сколько вы ему дадите времени на вот этот разбег, чтобы потом подружке сказать, вот у меня появился бойфренд, или там жених, или... За какое время вы примите решение о том, что он ваш молодой человек? Я не знаю, мне кажется, разве может так по времени? Это может через месяц уже случиться, уже понимаешь, что... Нет? Это может случиться через месяц, но не может случиться через год, например. Нет, год это нет, это уже все. Понимаете, когда мужчина после вечеринки ночной просыпается наутро с девушкой, и она к нему со словами роднулечка, что тебе сырнички или просто кофе, для мужчины это оборочное состояние. Мне самой так не нравится, мне тоже не нравится, когда вот даже малому знакомы, я вообще не люблю вот это котенок, солнце, там вот это вот солнце. Нет, котенок, солнце это ерунда, это вы можете просто имени не запомнить, поэтому так будете обращаться. А вот роднулечкой уже требовать каких-то... Нет, 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 я это все понимаю, нет, 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 это вообще глупость. А проверки какие устраиваете? Проверки? Да, мужчинам устраиваете? Я не то что устраиваю, я просто иногда обращаю внимание на что-то, как вот, да, говорят, что черт в мелочах. Вот на все что угодно. Ну, на баночки, баночки. Кто-то на руке обращает внимание. А она ведь, там баночка у него была, баночка у него была, как у оперной дивы. Конечно, там... Это плюсы или как? Я считаю, что до такой степени, ну, все-таки мужчины, до такой, там, ну, там даже вот, как чаи всякие очищающие, я самая красивая. Ну, конечно, дорогой, помоги мне, что там что-то тяжелое падает, помоги, подержи. Подожди, я еще не закончила эпиляцию, да? Вот, кстати, да. Вот, мне кажется, что это действительно перебор, конечно. Ну, как вам кажется, вот у нее, ну, как бы все хорошо, там, и талия, и кожа вроде так более-менее. Да, ну... А вот губки, губки, они какие-то слишком выдающиеся, нет? А если мужчина, допустим, хвастается своими деньгами, вы в этом случае что делаете? Когда очень сильно хвастается, у меня, кстати, таких вариантов было очень много. Вот именно когда сильно хвастается, раньше я не обращала, ну, как-то вот, ну, потом меня осенило. То есть вот сейчас уже, если очень сильный перебор, я знаю места хорошие, вот, куда... Например, детский дом, адрес, да, или... Детский дом, потом на центр онкологии, гематологии, там, там прям вот, вот, вот. И чего вы, введете вот это, да? Да, пожалуйста, вот, помоги. Потом сейчас очень много и в каких-то заведениях публичных... Смотрите, это проверка, либо вы действительно хотите, чтобы он часть своих средств туда пожертвовал? Нет, это не проверка. Либо это проверочка. Ну-ка давай, покажи какой-то. Нет, и не проверка, и нет, а просто... Рекомендация. ...от раздражительности. Зачем хвастаться? Вот иди, сделай что-нибудь хорошее. Катяш, на самом деле мужчины есть такие, которые хвастают, да, сами деньгами? Не только мне, вы что... Мне кажется, нищие, у кого их нет, хвастают, а богатые по-настоящему прибедняются. Вот, и я тоже считаю, то есть такие встречи... Я тоже считаю, что действительно люди, они как-то скромно себя ведут. Почему самому лучше себя ведут? Никто никогда не хвастается. А ты нигде не повезло, а мне знаете, как хвастаются? Такая скромненькая, скромненькая. Скромная, да. По крайней мере, на первый взгляд это... Скромная, не то, что на фотографиях. Не то, что сказали. На фотографиях, ого. Постарайтесь не допускать капризов. Не включайте в себе девочку, которая может позволить себе, ну вот именно капризничать. Я считаю, что истории про то, как богатых мужчин отводят в онкоцентр и предлагают насильно сдавать свои деньги, это из серии капризов женских. И вам хочется каким-то образом мужчину расшевелить на живые эмоции. Но, наверное, стоит это делать не таким. Выбирайте спортивного, очень открытого. Да. Я думаю, что это ваш цикл. Займитесь собой, пойдите, правда, на какие-то курсы еще. Думайте и живите для себя, полюбите, наконец, себя. Что же это такое? И я сегодня хочу, чтобы вы встретили мужчину взрослого, который уже все в своей жизни повидал, и у которого будет на вас времени, внимание, ему будет это делать приятно. И она себя не любит, и ты периодически не очень, блин, не знаю, что может быть. А, поэтому установка не любит, потому что себя не любит. Хотя, если вы соединитесь, может быть... Нужен мужчина с деньгами, ну нужен просто, ну чтобы вы хоть бы поели бы до 100 килограмм, как бы прибавили, вам рожать еще. Томатизация я люблю, а вот есть не я, не хочу есть. Так уж вы уже на состоянии болезненности просто-напросто. Мама, у меня тоже, у меня мама медик, она, я когда, я говорю, мама, смотри, она говорит, Наташа, люди думают, что ты болеешь чем-нибудь. И я так подумала, поэтому, смотри, я бы хорошего парня, в общем-то, рукастого с денежкой, и чтобы еще упитанный был, чтобы вместе есть было бы веселье. Ой, я не хочу толстяков. Ну вы же не анорексичка, боже мой, ну просто не рожала еще, успеете. За фигурой следит, я думаю. Ну она такая спортивная, худенькая. Будете с ней вдвоем в фитнес свой ходить. То есть общая тема, зарядка, фитнес, можно найти. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание, не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Наталья. Идите, знакомьтесь с первым женихом, удачи. Здравствуйте, Наталья. Я тут человек скромный, прошу меня понять, поддержать, если чего. Конечно. По жизни. Это вам. Спасибо большое. Спасибо, проходите. Через черный. Можно мне вот этот свет? Извините, пожалуйста. Денина, спасибо. Ошибся со светом. Все. День гадалку. Вы так же хороши с собой, как эти розы. Спасибо. Вы с кем? Я вот с друзьями, Сергей, Евгений. Очень приятно, давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Илья, 42 года. Художник-модельер. Работает ведущим инженером в Большом концертном зале Российской Академии Наук. Городится тем, что сбросил 16 килограммов и завоевал титул мистер Хургады 2009. Мечтает разбогатеть, но признается, что не умеет обращаться с деньгами. Первые отношения случились у Ильи три года назад. Расстался с возлюбленной после того, как она предложила оформить кредит на его имя. Надеется, что Наталья не воспользуется его неопытностью. АПЛОДИСМЕНТЫ Роза, у меня ощущение, что у меня глаза лопнули. Сидит такой красавец, высокий. Ну, ребят, я не могу поверить, что до 39 лет вот у такого мистера Хургада и никого не было. Ну, ребят, вообще мне бы хотелось предложить женичкам нашим там... Ребят, может мы вот только так вот... Мистер Хургада, да? Хургада? Хургада. Ну, не важно, он от... Хургады. Мистер Хургада! Весь ком гениальность! Велкам! Велкам! А почему, правда, такое отношение к себе? АПЛОДИСМЕНТЫ Мама вам в детстве, как вас называла, может быть, там, мой страшничок, жиртрест? Как? Не знаю, по жизни такой характер, недооценивал себя немного. Пытаюсь свою самооценку поднять все время. А вот у вас два брата-близнеца есть, да? Да, двойняшки. Двойняшки? Меня часто, да, знакомили, привозили девушку на тах. А у них все хорошо с самооценкой? Да, у них все нормально. Это ее вариант, она может из него лепить все, что ей понравится. С одной стороны, да. Я с одной стороны, да. С одной стороны, она хочет поводыря. С другой стороны, она хочет видеть из поводыря веревки. Илюш, а мама вас познакомила с вашей женщиной, с которой у вас все срослось? Да, она приехала с ней, со своей подругой. А подруга была ровесницей мамы? Нет, она моложе. У знакомства произошло, у кого-то что-то заболело, кто-то кому-то предложил сделать массаж? А, ну да, я... У вас заболело-то? Нет, у нее. И вы сделали массаж? Заныло, да, сделал массаж. Где у нее заныло там? В душе? Ну, я уже не помню, то ли поясница, то ли что, не знаю. О, душа у нее ныла, в трогало, утомилась. Если поясница, и она так прямо встала перед вами, там, поясничкой, так к вам повернулась, вот так тут оно все и произошло. Да, ну она такая там опытная, да, она учила меня все. Да? И что, понравилось? Ну, большой опыт. Или как, не жил хорошо, нечего начинать, да? Потому что через очень короткое время у вас все. Ну, два с половиной года там. А что не нравилось в отношениях? Ну, человек просто делает так, как он хочет, иногда не ищет компромиссы. А вот какие ее такие хотюнчики вас раздражали больше всего? Ну, вот хочу поехать туда, и все тут. Ну, ехали бы с ней, если там тепло. Ну, это мне не надо. Я хочу спать, и буду спать, и все, ты иди гуляй куда хочешь. А, это вы хотели? Она все время хотела спать. Ну, да, когда в Хурганду приехали, да, она, может, переакклиматизация, не знаю, взяла, легла, и чуть ли не двое суток лежала. То есть у него бессонница, да? У него веселуха на душе. Он на позитиве, наверное. Джага-джага. А жили там в одном номере? Да, в одном. И отношения у вас были? Причем с мамой, да. С мамой? Нам обещали, я дал денег, чтобы нам дали отдельные номера, он не понял, нам дали просто большой номер. С троей? Да. С каще мамой? С моей. Романтическое путешествие с мамой. Почему бы и нет, да? Или уж аспали, как распределение кровати? У нас две кровати рядом было, а маму положили немножко за ширмой. А зачем вы маму вообще с собой взяли ехать туда? Ну, потому что мама давно не ездила за границу. Это неинтересно, зачем. Была уже мама, интересно другое. Слушайте, ну мама хоть ходила куда-то там на дискотеки ночные? Часа на два что-то продолжили. Ну, мама с нами ходила, потом уходила спать. Мама, наверное, помогала. Подсказывала? У нас две кровати рядом была, а маму... То есть ночью она не врывалась из-за ширмы с криками, ах ты гадина, что ты делаешь моему сыночку, что он стонет полночи. Не было такого? Да нет. Мама все понимает, да. Ну, сначала сами скромничали... А потом... Жизнь одна, да. Так, может, вы ей всю ночь спать не давали, вот она и отсыпалась днем, с вами не ходила. Это вы накрыли их любви для вас все в новинку-то первый раз в 39 лет? Да, там египтяне всеми лебедей лепили нам, да. Ну, понравилось в 39 лет. А когда уезжали, крокодилы сделали. Потому что, наверное, было постельное белье в кучу трудно собрать после ваших ночей. А потом пришли сваты. И они сватали меня руками и ногами, как я пока не понял, что я безумно люблю таких. Ну, вот кроме поспать, что она еще любила? Поесть. Ну, ей она готовит, да. Ну, редко, но готовит. В основном в кафе лучше пойти. В общем, скучно вам было с ней? Ну, где-то... Постепенно даже и спать расхотелось. Ну, спать с ней все равно хотелось. Тогда кто от кого ушел? Ну, помимо поспать нужно что-то еще шире, чтобы было. Так вы это помимо поспать на Версаль до 39 лет. Поэтому, когда вам нужно было только этим и заниматься. Слушай, вот 42 года, как ребенок себя ведет. Не, ему рано жениться, явно. А как расстались с ней? Ну, тихо так, спокойно. Просто реже встречались сначала, потом. Хорошо. Илюш, я вот про ваших братьев, двойняшек хочу поговорить. Какая у вас разница в возрасте? Два с половиной года. Они младше? Да, младше меня двойняшек. Ну, у них все супер, жены? Ну, да. Они с женщинами на одной ноге. Бедные женщины. На одной ноге. Сойдите с их ноги. А вы в хороших отношениях с братьями? Ну, а как же это мои братья? А почему они не пришли? Они пришли, Лариса. Вы сегодня их увидите. Они наши конкуренты. И провели своего друга. Они привели своего друга. Вот сволочи. Да, они такие. За это и ценю. Илья очень рукастый человек. Мужикастый, я бы сказал. Да, то есть он и дом строит. Ручки кого-то нигде. И дом строит, и машину может ремонтировать. И такого работника они в чужую семью, конечно, отдать не хотят. Конечно, не хотят. Пахали парни. Ты посмотри. Наташа, вам нравится жених? Ну, он хороший, очень положительный. Ну, так и кладите его скорее, раз положительный. Куда? Куда? Да, в себе, в карманы. Ну, не, он хороший, все, но вот никак бы, ну, я не смогу общаться с ним. Почему? Ну, мне нравятся такие, как более поактивнее, по этой самой такой. То есть он очень хороший, то есть очень положительный. Мне очень нравится. Мне нравятся брутальные нахалы. Нет, брутальные нахалы мне не нравятся. И качки тоже. Самовлюбленные, эгоисты. Глупая вы женщина, Наталья. Вот такие, да? Ильюш, покажите сюрприз. Пусть вас увидит сейчас полмира, и вы потом придете к нам с женихом, и за вас будут бороться. Он хороший, просто, ну, неподинный. Все, бей, 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 молчите, проходите. Он очень хороший. Потом прыгнет домой, а у нас придушек поодиночке. Я это, решил спеть песню, ах, эта девушка, это как бы привет из СССР. Ностальгия, романтика. Я встретил девушку. Полумесяцом вновь, на щечке родинка, а в глазах любовь, ах, эта девушка, меня с ума свела, разбила сердце. Ну, он хотя бы петь может, а я нет. Вот так было. Илюша, молодец. Спасибо вам, парни. У вас потрясающий друг. Проходите в свою комнату. Слушай, девчонка хорошая, будет бестолковая, полная дура, если пойдет, конечно, в эфир это. Раиса, что это вы такая недовольная? Жених, что ли, не понравился? Наоборот. Наоборот. Мне жених очень понравился. Молодец. Мне. А вы замужем? Ну, да, к сожалению. Ой, так знаете, у нас какие чудеса на программе проходят. Я знаю. Тем более, если к сожалению. А может быть, ну его своего, который к сожалению. Да, ей надо такое чудо. А давайте по Машему сейчас. Как его зовут? Илья. Саша. А, Саша? Саня, Сань. Что ты не пересматриваешь в своей жизни? Или мы сейчас с райком тебе, как ручкой-то, и сделаем синхронно. Понял? Слушай, может ты подругу возьмешь? Не надо. А если она тебя выберет? Василиса, ему нужна женщина, очень темпераментная, активная, но может быть, даже чуть более властная, чем вы, которая подойдет, сама за него примет некоторые решения и сама его активизирует. Такие люди есть, но это, конечно, не вы. Вы себе видите жизнь совсем по-другому, поэтому соглашусь, что это несовместимость. А вот, Раиса, почему нет? Можно мне вольность одну небольшую? Сейчас, секундочку, ладно? Илюша, Настя, смотрите, вот женщина в розовом, лондинка, вашего возраста. Вы ей очень понравились. У нее есть молодой человек. Мы ему уже сделали с Саньку ручкой. Внимательно посмотрите. У вас еще есть 40 минут впереди. Рассматривайте внимательно. Ну, честно говоря, в конце... Кто его знает, не впечатляет. Есть у меня и свой вкус. Ты посмотри, ты сразу ответишь. Нет, женщина. Ну, она хорошая. Давай поженимся теперь вашу мобильную. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Второй жених готовится к рандеву с нашей невестой. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». У нас в студии Наталья. Идите знакомиться со вторым женихом. Всем удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй. Я посмотрел, немножко узнал о тебе. И мне показалось, что вот такой подарок будет тебе приятен. А что, это треугольник? Это ракушка, которую я привез из поездки в Китай. И ты немножко тоже похожа на цветок, какая эта ракушка. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я здесь самый молодой. Ой, не тери это двойняшки. Те самые. А что же вы, не братика своего подержать пришли? Ему еще рано. Рано? На месяц. Ага. Хорошо, давайте посмотрим тогда на вашего друга Николая. Николай. 40 лет. Специалист по биорезонансной терапии. Гордится своей профессией. И предупреждает, что запах у дорогого парфюма предпочитает естественный аромат тела. И не признает наличие косметики на лице любимой женщины. Возлюбленная Николая с ним была душкой. А с окружающими постоянно скандалила. Устал постоянно вытаскивать ее из передряг и ушел. Надеется, что Наталья не конфликтный человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Наталья, покажите подарок. Ой, как чудесно. Василиса, вот по звездам, да, многое можешь сказать о человеке. Да. А вот мужчина, который дарит такой совершенно фантастический подарок, вот что-то тебе об этом говорит, посмотри. Ну, разумеется, тонкая натура. Еще и родился под знаком рыб. И несколько планет в знаке рыб. В общем, тоже такой символ моря. Как бы подарил вам себя, можно так сказать. И что с этой штукой делать? Ну, это как фантазия твоя себе подскажет. Роза, ты знаешь, не все намазывают на хлеб. Я думаю, что подарок неуместен. Хотя оригинально, но, во всяком случае, да, не для нее. Николай, 40 лет один, детей нет, с жены не было никогда. Что так? Ну, наверное, слишком молодой был. Когда, милый, вы были слишком молоды на пятом десятке? Я думаю, что даже лет 15 назад вы не были слишком молоды для брака. Ну, есть такая хорошая пословица. Мужчина ищет себе жену, а женщина ищет отца своим детям. Видимо. Давайте тогда на примере вашей истории. У вас ведь была женщина, и с ней были длительные отношения? Это была совместная замечательная жизнь. Это были удивительные полтора года. Это были поездки и путешествия. Какие были претензии к вам? Что вы ей недостаточно внимания уделяете? При семидневной рабочей неделе мне было очень тяжело уделять ей время. Двенадцать часов каждый день. Дайте, правда, смотреть в лицо, как говорит мой друг. Открой вторую страницу паспорта свою. Забыла уже? Всю кабинишься. Вот поэтому и вам советую. Открывать иногда вторую страницу паспорта и поглядывать туда. Вы уже, знаете, намного будете закрывать глаза. Знаете, я скажу так. Когда идешь горной дорогой, периодически спотыкаешься. Но вот иногда так неудачно и так больно, что может... Она вас обижала, руки распускала? Нет, такого не только не было. Оскорбляла. А что тогда было не так? Дело в том, что возникают... Я не знаю практически людей, у которых не бывает в жизни конфликтных ситуаций. Николай, вы человек тихий, воспитанный, не хамоватый. Да, я думаю, вы очень вежливая. Она, наверное, позволила себе... Знаете, есть вот такие скандалистки, которые оскорбляют официантов. Ну, тех, кто ниже их по... социально, да? Потому что с начальством не особо поспоришь, а вот с уборщицей, не знаю, с водителем или с кем-то... Никогда тех, кто ниже. Никогда. А с кем она хабалить-то себе позволяла? И хабали здесь слово тоже не подходит. Бывают просто жесткие моменты, когда нужно чуть-чуть улыбнуться и пройти мимо. Например? Например, толкнули, например, действительно обидели словом. Не ответить, а просто пройти мимо. Ну, она отвечала. Ну, Лариса об этом-то и говорит. Ну, как это, если вы идете с девушкой, и на нее кто-то начинает ругаться, обижать словом, каким образом, если вы не ступаете за нее, она не может ступиться за себя? Ну, если тебя кто-то обругал по дороге, естественное чувство любого человека сохранить свое статус-кво, и естественное желание, ну, сохранить вот это равновесие. Категории людей, интеллигентные люди пройдут мимо и не вяжутся в эту историю, ниже своего достоинства посчитают, а менее интеллигентные. А есть люди, которые закроют свою ракушку, когда их оскорбляют, делают вид, что ничего не происходит. Пойдем, дорогая, отсюда. Тогда, когда можно было обидчику, в общем, и шею намылить за такое отношение? Да, люди разные, согласны. А вот его девушка не была похожа на Николая, она отвечала на обидчику. Если женщина начинает расписывать руки на другую женщину-конкурентку, если она не может, как говорится, держать себя в руках, морально ответить нормально, в смысле, вот на словах это правильно объяснить и сказать, мне кажется, она сама себя унижает просто. Почему вы женщина позволяете вообще выглядеть, как чучундра? Просто любит натуральные, волосатые ноги, отсутствие парфюма. А почему? Как Наполеон писал своей Жозефине? Через месяц время, ну не мойся. Это полевые цветы, а кому-то надо розы в букет оформить, и другие не воспринимают. Вы любите полевые, судя по всему. Ну, в смысле, вот вообще никак, да? Я предпочитаю, если нравится, пожалуйста. А у него губы надутые. Я люблю очень краситься. И платформа, каблуки, и все вот такое короткое. И уже тут это вот... Ну, что ж теперь. А это не из внутреннего страха? Может быть, вы боитесь женщин ярких? Огромное количество мужчин говорит, я не хочу, чтобы моя девушка красилась, и это в основном из-за неуверенности. Потому что кажется, что девчонку, которая следит за собой, я не потяну. Я ей не понравлюсь. Следить за собой можно по-разному. И дорого. Косметика это очень дорого. Не, ну кроме косметики, столько разных средств всяких. Они, да, нормально стоят. Она яркая девушка. Неужели она откажется от косметики? Ни в коем случае. Я вот Кириллу и хотел сказать Мефодию. Кириллу и Юрию. Вас что связывает с другом? Веселый. Николай веселый. Жизнь радостный. Любит путешествовать. Ну, просто как ваш брат. Мне это тоже очень близко. Хорошо, парни, а вы считаете, в чем проблема Николая? Почему он один до сих пор? Может быть, у него высокие требования слишком? У него? Ну, значит, не нашлась. Это единственное неповторимое. Я чувствую, здесь никто ей не понравится. Кто? Да ты что такое надо? Знаешь кого, блин? Они ждут олигарха. Николай, покажите, что вы приготовили для Натальи. И вы пройдите. Спасибо. Хочу тебе предложить попробовать сделать, казалось бы, самую противную домашнюю вещь, такую бытовую, под музыку. И сделать это весело. Спасибо. 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 Два повара. Слушай, они ли два повара? Реально? Спасибо большое, спасибо. Надо было две палочки. Надо было две палочки. Понимаете, вы меня? Парни, все здорово у вас получилось. Очень затейливый сюрприз, нам понравилось. Нет, теперь вы в свою комнату проходите уже. Все, 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 ваше время стекло. А молодец, Наташа, вот молодец. Давай, садись уже. Что-то, Наталья, у вас такое лицо кислое. Не понравился сюрприз? Не, нормальный сюрприз. Надо было только две палочки, чтобы вот так вот как... Как отбивную делают одной рукой, одним молоточком. Да, но вот как-то еще одной не хватало. Можно было придумать что-нибудь. Но вы делали это без удовольствия, я видела. Но он, кстати, успокаивающе действует. Он такой вот, он спокойный, как вот успокаивающе. Вам не понравился жених? Нет, он хороший, просто очень хороший, очень положительный. Просто не мое. Не хватило второй палочки. Да, я наделал второй молоточек. Второй молоток. Ну, два молотка, мне кажется, два куска мяса, два молотка надо было. У тебя есть два молотка на кухне для отбивания мяса? Раиса? Мне понравился. Как человек, правильно Наташа сказала, что он располагает к себе. И хочу сказать, если бы все были люди одинаковые, было бы нам вообще неинтересно. Он по-своему хороший. Я считаю, что вот и Илюше, и Николаю не хватает хорошего пиарщика. Вот что значит реклама о двигателе торговли? Вот курица, когда яйца несет, она что делает? Кудахчет? Кудахчет? Ну, я не знаю. А утка? Кудахчет. А утка что делает? Несет яйца тихо. А чьи яички продаются? Курины. Утины их видали? Нет. Поэтому надо хорошо их пропиарить. Тогда и, глядишь, жаль. Сильно сказала. Сильно. А звезды? Навряд ли так себе подскажут. Да уж, конечно. Про курицу и утку. Нет же созвездия утки и курицы. Но ты знаешь, Лариса, в принципе, все равно у звезд вокабуляр словарь несколько больше, чем просто два слова «очень» и «хороший», которые все время говорит Наталья. Но мне кажется, что применительно к мужчинам можно найти гораздо больше эпитетов, особенно тем, которые здесь присутствовали. Я сказала, что спокойно. Я не знаю, что ли. Знаете, Николай человек достаточно умный, взвешенный, но он задержался в своем детстве. Чистая правда. И еще ребенок. Он ужасно старомоден, он даже сам не понимает, как это. Мужчины знака рыб всегда непонятны, они достаточно мутные, всегда не знают, куда они плывут. Ему кажется, что он еще такой молодящийся, довольно много себе имеющий возможность позволить мужчина, а он задержался вот на том времени, которое было 20 лет назад, на этой водолазке с рубашкой короткой, вот ровно как тогда носили. Стив Джобс тоже старомоден был. Почему? Костюм не одел, а? Мог бы одеть костюм? Шибально. Женщина ему не так уж нужна, он не страстный и не чувственный на самом деле. Слушайте, в 80-е годы я жила в Питере, и из Финляндии приезжали автобусы на субботу-воскресенье, у них же сухой закон был, а к нам они приезжали выпивать. Вот финны, у всех была стрижка ассессон, вот как в конце 60-х, в начале 70-х. Все были в кремпленовых брюках, такие были цветные сорочки, знаешь, воротник с зайчиком, с зайчиком, поверх пиджака был, длинные волосы. Это было так смешно, потому что было, ну, дико немодно, расклешенные брюки, туфли на каблуке. Ну, это, видать, их была парадная, выездная еще с тех времен на одежда, и вот в автобусы бывают, все они в кремпленовых брюках, в пиджаках с этими, и длинные волосы. Дико смешно, поэтому... Ну, при этом женились на самых красивых питерских женщинах и увозили их туда, в Финляндии, так что кто его знает. Не смог я вашему брату конкуренцию составить. Да, блин. А мы так отделяем. Одно успокаивает, что он еще хуже. Совсем скоро невесте предстоит третье свидание. После рекламы Сматрина продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю Наталье встретиться с третьим женихом. Проходите, удачи. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Запомните это мгновение, запомните это время. С этого и начинается наше с вами счастливое знакомство. Ну что, пойдемте знакомиться. Слушай, вот это персонаж. Мне кажется, вот ей вот это надо. Давайте на вас посмотрим. Павел, 33 года. Владелец агентства по организации праздников. Гордится своими вокальными данными. Мечтает сыграть Человека-паука в голливудском фильме. Признается, что в быту неприхотлив. Павел оказал помощь таинственной незнакомке, но гражданская жена не оценила его благородство и настояла на разрыве. Надеется, что Наталья не будет ревновать его каждому столбу. Молодец. Я прямо-таки представила, как вы в маске Человека-паука спасаете всю ночь незнакомку. Раз, спасли через 10 минут, опять спасли. Да? В латексе весь такой. Тебе, по-моему, порой домой. Я надеюсь, 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 что когда-нибудь это удастся. Может быть, не Человека-паука, но, во всяком случае, какую-нибудь одну из ролей. Батя. Я есть такой, я герой. По нему не скажешь, что он Человек-паук. Такой там паук, он не заберется ни на одно здание. Паш, так все-таки расскажите, как спасали? Как спасал мир? Нет, как спасали девушку. Ну, девушка... А ваша гражданская жена не поняла этого? Ехал с клуба, собственно говоря. Получилось так, что девушка подсела в машину, попросила довезти, то есть, по ближайшему маршруту. Пристала, подвези да подвези. Ну, подвези, я говорю, хорошо. Я говорю, понимаешь, так и так, я еду к своей любимой. Она сказала, ты меня обойди, мне нужна домой. Ну, что-то в этом духе наподобие, собственно говоря-то, оно и было. И вы вот одну рукой ее держали в машине, другой руль? Я никого не держал. Это было такси, кстати, я был мне за рулем. А, так вы еще и вызвали машину. А вы в машине сзади, голова к голове. Нет, я вызвал машину, когда ехал из клуба. Сами понимаете, что в ночное время подсаживается девушка. Да, вам полезно. Ну, что значит подсаживаться? Подсаживаться на алкоголь. Ну, зачем? Попросила, вы не так поняли. Просто попросила, попросила подвезти, да. А ваша гражданская жена... Может быть, я ей понравился, я не знаю, но я там безнамеренно. Паша, а в это время у окна вас ждала гражданская жена. И вот вы езжаете к своему дому, выходите из машины. Выхожу из машины, эта девушка выходит, начинает что-то невнятное, да, что-то лепетать. Видимо, наверное, не совсем она была трезвая, не совсем адекватная. Вот. А вы как угадала, представляете? И моя любимая из окна смотрит, все это наблюдает и, сами понимаете... Я не понимаю, а вы бы ей объяснили. Какой вывод у нее мог быть, конечно. Вывод. Во-первых, у меня много вопросов, а не выводов. Почему ваша гражданская осталась дома, когда вы вдруг возвращаетесь под утро из ночного клуба, и какая-то девица непотребленная... Потому что я работал, она знала, что я работал корпоратив. Ну, то есть, я иногда работаю ведущим, иногда певцом, то есть, у меня, то есть, работа вот так. А не могли объяснить, что просто она пристала, ехала в машине вместе с нами? Я объяснял, я пытался доказать. Просто все пошло так, кувырком. То есть, что уже в дальнейшем, она уже начала делать назло мне. Она сама уже начала ходить с друзьями по разным вечеринкам, в разные клубы. То есть, она начала делать так, как ей нравится. У ней появились какие-то свои общие друзья, которые, собственно говоря, как будто бы не должны были интересовать меня. из одной поездки. Паша, даже не знаю, что сказать. Наталья сидит опять, смотрит так на вас. Ну да, она... Не знаю, может, у меня взгляд просто такой. Не, он нормальный, то есть, ну, я думаю, что у нее... Спасибо. Подождите, появился еще одно слово. Позитивный, хороший, появился нормальный. Это уже третий. Не, Наталья, я думаю, долго будет себе жениха искать. Очень повередливая. Да, очень повередливая. Она, по-моему, сама еще не знает точно, кого она хочет. Наташа мозг выносит в своим возлюбленном. Ну, как будете терпеть? Что делать? Ну, знаете, если, вот как сказать, мужчина-женщина, борьба противоположностей, да? Если, например, люди умные, они общие за всегда найдут. Послушайте, вот я создаю впечатление, умные или глупые женщины? Конечно, умные. Умные, да? Я могу увидеть во сне, что мне Игорь изменяет. Мало того, что я с ним целый день не общаюсь и не разговариваю, я могу еще и ударить. Так что это кубу, это не имеет никакого отношения. Вот Наташа тоже девушка не глупая, но мозг вам будет выносить по любому поводу. Вы придете с корпоративчика под утро. А у Натальи бессонница. Вы будете его рубаться, а она будет вам говорить, нет, ты поговори со мной, Пашка. Кстати, да, запросто так нужно. Поэтому вам сейчас, милый, ничего не остается, как встать и показать всему миру сюрприз, который вы приготовили. Хорошо. Мне кажется, она, наверное, ревновать его будет очень сильно. Если он там развлекается в ночных клубах пропадает, значит, ему по работе... Он не развлекается, это работа. Он работает. Но, значит, надо ее, я считаю, тогда нужно брать жену с собой, либо надо, чтобы она действительно ему верила. Но мне кажется, Наталья не тот человек, который будет ему верить. Итак, музыка, музыка, поехали. Наталья, я так думаю, я так думаю, ты, конечно, найдешь своего самого главного героя в своей жизни. И сегодня, конечно, для тебя моя авторская музыкальная композиция «Последний герой 2». Собственно, я думаю, тебе обязательно придется по душе. Вот эта паутинка накинь, пожалуйста, накинь, пожалуйста, ее на плечики. Слушай, вот это точно детский сад, да, да. Слушай, жизнь какая. На утренний. Мне сегодня он приснится. Не, я так же мог с зайчиком выйти. Я думаю, что было полутоки, мы вот так сделаем. Друзья, поддержите нас, поддержите нас. Я думаю, я думаю, мы с Натальей сморбимся. Правильно? Спасибо. Продолжение следует. Милый, хороший мальчик, хороший костюмчик. Отбивай. Свой последний герой живет над собой. Место сушевых не так уж просто. Свой последний герой живет над собой. Место сушевых совсем непросто. Я думаю, студия обязательно нас поддержит, друзья. Спасибо. Ой, молодец, Человек-паук. Спасибо. Ой, спасибо. Вы проходите пока в комнату, а мы будем плести паутину. Паутинка, паутинка, паутинка пригодилась, пригодилась. Она надела, да? Надела, конечно. Почему бы нет? Как вам? Ну, я просто в восторге от Человека-паука. Спасибо, Наташа. Ну, мне понравилась очень такая, хотя бы яркая какая-то краска, искорка. То есть, ну, понравилась, да. Я живой, я настоящий. Как бы ни было. Да. Ты активный, ты активный, ты общительный. Я решил себя просто, собственно, проявить ради нее, чтобы она меня заметила. Мой последний герой. Ну, ребята, ну, 2012 год, ну, о чем вы говорите? Ну, как Бэтмен, ну, как... Ну, Волгоградская область, Ларис, ну, Волгоградская область. Ну, он хоть что-то сделал такое, ну, и что, хотя бы... Нет, это я... Подъявляйся. Нет, это я так вам подсказываю. Вот если вы были злые женщины, вы бы так сказали. Но поскольку мы все добрые, нам на самом деле очень понравилось. Ну, он яркий, вроде чего, ну, такой плюс я поставила. Хотя бы что-то сделал, что-то вот такое. Классный, да классный. Понятно, что он собирает такие корпоративы, что он в клубах номер один. Понятно, что рука плещет. И вот та девушка была фанатка, которая влезла к нему в машину, он просто не понял. А та, которая смотрела из окошка, она просто ревнивится, потому что бесконечно вываливается из машины. Толпы поклонятся, вся парадная разрисована. Пашка, мы тебя любим, Пашка форево там. И они тоже в масках Человека-паука. А это же вот, достала уже. Я пришел покорить девушку. Я тебя приеду. И у тебя получилось. И у меня, я так думаю, это получилось на миллион тысяч километров процентов. Я так думаю. Раиса, поскольку вам все мужчины понравились, я думаю, вам трудно будет остановиться на ком-то одном. Но придется. Кого видите рядом с Натальей? Я вижу последнего молодого человека. Мне он очень понравился. Наташа тоже, я думаю, надеюсь. Я вижу его. Тони, я считаю, что Наталья выберет только меня или вообще никому не зайдет. Если она зайдет, я обязательно к ней выйду. Она мне очень понравилась. Я, например, рядом с вами вижу Илью, первого жениха. Боже мой. Почему нет? Он такой ироничный, он с таким юмором. И я так думаю, что он пытался нас водить здесь за нос процентов 10. Правда, из того, что он рассказал. Остальное он придумал, чтобы посидеть, походать нам, поднять настроение. Вы же видели его братьев? Потрясающий парень. И он такой же. Он водил за нос нас. Поэтому, мне кажется, с ним будет не то, что не скучно, с ним будет классно, интересно. Наталья мне понравилась. Я даже завелся поначалу. Ну, в дальнейшем вот так посмотрел на нее. Я бы ее внешность изменил. Отправил бы к стилисту. Разобрался ее губами. Поменьше краски. Надо больше естественности преподносить себя естественно. Я тоже за Илюшу. Рукастый. Тоже один бизнес, кстати, художник. Да, ничего. Только ваши такие всякие странности он и потерпит. Другие не потерпят. Симпатичные, между прочим, очень. Да, принца не ждите. Не приедет, не позвонит, не будет. Илюш, если она не зайдет, не особо расстраивайся. Найдем получше. А то. Если бы вы ко мне пришли с личным вопросом о том, кто из троих мужчин вам подходит, я абсолютно уверенно бы сказала, что не подходит хорошо никто. Но поскольку Павел вам приглянулся больше других, и если вы решитесь зайти к нему, позвольте себе дать совет. Ему нужна женщина, которая четко выдерживает линию своего поведения, которая не мечется, не капризна. И даже если устраивает ему какие-то проблемы или неприятности, испытывает какие-то претензии, она постоянно в этих своих пожеланиях. Поэтому, если Павел, то просто приготовьтесь не быть капризной. Если вы сделали уже свой выбор, отправляйтесь к своему молодому человеку, а мы вас поддержим в любом случае. АПЛОДИСМЕНТЫ Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте СМС их номером по телефону 4-4. Анна, 27 лет, номер 1892. Хореограф. Ищет надежного и уверенного в себе мужчину, который не откажется сыграть с ней партию в покер. Марина, 22 года, номер 1893. Оперная певица и киноактриса. Ищет красивого брюнета, который сможет смириться с ее властным характером. Мы не знаем, выйдет Наталья одна или с избранниками. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. Привет. Вау, вау, супер. Я не знаю, станешь ли ты моим героем, но давай подружимся. Хочу тебя поддержать. У нас есть пара Наталья и Павел. Мы вас поздравляем и дарим великолепные сладости от конфетной паврики «Славянка». Хорошие хозяйки выбирают «Славянку». Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4 четверки. Я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, отжимаемся. Удачи. Да, я хочу выйти замуж. Я ни разу там не была, и мне интересно, что такое этот замуж. Это называется фаршированная рыба. И будьте добры, если вы хотите, я к вам подойду, потому что мама еврейка рыба пишет. Конечно, я подойду. Что меня насторожило, это тихий, вкратчивый голос. Громогласные, кому нужные? Вот Роза научится так разговаривать, как Женечка, и выйдет сразу же замуж на второй день. Я уже не говорю как психиатра, я не хочу говорить как психиатра. А она здоровая абсолютно. Однозначно, что, конечно, девушка шикарная. Субтитры создавал DimaTorzok